Алибарда оказалась сильнее рыцарской конницы. В средние века долгое время главной боевой силой была рыцарская кавалерия. Тяжелый садник имел глобальное преимущество над пехотинцами. По мере того, как война переставала быть сугубо рыцарским делом, пехота искала способы противодействия конным атакам. Лучшим рецептом оказался плотный строй, часть воинов которым вооружалась новым типом оружия – алибардой. Топор – один из самых древних видов оружия, используемых человеком. От века к веку менялись его вес, длина и форма. Приблизительно к XIII-XIV векам в Западной Европе сформировался новый вид длинных боевых топоров, получивших название алибарда. Слово это немецкого происхождения состоит из двух корней – хельм – шлем и барте – бородка топора. То есть буквально топор для шлема. Действительно, в основном приемом алибардистов был мощный вертикальный удар, от которого мог спасти далеко не каждый шлем. Своим появлением алибарда была обязана развитию доспехов. К концу XIII века рыцари стали носить прочные пластинчатые латы. А если всадник еще мог нанести своему оппоненту рану мечом или поразить его булавой, то пехотинец земли практически не мог причинить вреда закованному в броню кавалеристу. Между тем, роль пехоты в сражениях постоянно росла, а значит ее нужно было достойно вооружить. Так и появилась алибарда – мощный, тяжелый топор на длинном древке, эффективный против пешего и конного противника. Постепенно сформировалась классическая форма немецкой алибарды – достаточно небольшое полотно топора, часто с ошкошенным вниз лезвием для увеличения силы удара. На обухе – шип, чекан или крюк. Копейный наконечник на алибардах мог устанавливаться отдельно, а мог быть продолжением полотна топора. Иногда он мог и вовсе отсутствовать, хотя чаще всего его ставили, чтобы дать бойцу больше возможностей для атаки. Параллельно с немецкой развивалась итальянская форма алибарды. Она отличается ярко выраженным длинным наконечником, а также более изящной формой. Если коронным приемом немецкой алибарды оставался вертикальный удар, то итальянскими предпочитали колоть, подрезать ноги лошадям и стаскивать всадников на землю, зацепив крюком. Поэтому полотно топора на них со временем все уменьшалось в размерах. Использование алибардного крюка для того, чтобы уронить тяжело вооруженного всадника, чем дальше, тем больше становилось одним из самых эффективных приемов против рыцарей. Поэтому крюк постоянно увеличивался в размерах. В конце концов, от алибарды отпочковалась даже специальная разновидность древкового оружия, оружия гвизарма. Она состояла из длинного острия и отходящего от него мощного крюка. Настоящий прорыв в использовании алибарды связан со швейцарской пехотой. Жителям швейцарских Каннов в конце 13-го – начале 14-го века не раз приходилось брать оружие в руки, чтобы отстать свою независимость от притязаний империи Габсбурга. Первым сражением, в котором сомкнутый пехотный строй оказался безоговорочно сильнее рыцарского войска, летается битва у горы Маргартен в 1315 году. На первый взгляд, швейцарцы не имели почти никаких шансов на победу. Их отсостоял из 1300 человек, тогда как в Габсбурге отправили на покорение вольных кантонов около 8000 пехотинцев при поддержке 4000 в Союз. Однако опытный командир швейцарцев Аман-Вернер-Штауф-Фахер справедливо рассудил, что побеждают не числом, а умением. Он высыпал свои небольшие силы в так называемую швейцарскую баталию. Первые два ряда в ней составляли воины с длинными пиками, задачей которых было не давать противнику-противнику дойти слишком близко. Третий при глухой обороне – четвертый. Ряд полностью состоял из алибардистов, которые ловили, рубили и кололи тех, кто все же смог приблизиться. Такое построение было чрезвычайно трудно разбить. Даже если атакующим удавалось пробиться через пикинеров, то они тут же попадали под мощный удар алибард. А всадники, которых стаскивали на землю, мешали своим товарищам поддержать атаку. Не мель преимуществ имела и швейцарская баталия, и при атаке. Дальние ряды создавали постоянное давление на передние, за счет чего плотная людская масса, ощетинившаяся копьями и алибардами, двигалась вперед с неотвратимой решительностью. При Маргартене швейцарцы заманили противника под крутой склон горы, где кавалерия не могла развернуться в атакующий порядок. Сначала на рыцарей приняли скатывать камни и бревна, вызвав среди них панику, а затем вниз по склону на деморализованного противника пошла баталия из 35 шеренг, в каждой из которых стояли по 35 человек. В условиях ограниченного пространства длинные пики и тяжелые алибарды швейцарцев оказались гораздо эффективнее рыцарских мечей. Деморализованные воины Гаврогов потеряли в том бою около 3000 человек, после чего бросились бежать. К тому же при беспорядочном отступлении многие утонули в расположенном неподалеку озере Эрге. Это событие произвело сильное впечатление на европейское рыцарство. Еще бы, небольшой отряд простолюдинов с топорами наголову сбил полноценное рыцарское войско. Швейцарцы с этого времени получили заслуженную репутацию отборных воинов, а их баталии в качестве наемников начали победные путешествия по полям сражений Европы. Алибарды оборвали жизнь многих высокородных рыцарев, в том числе и особо королевской крови. В 1485 году в битве при Босворте алибартами был забит насмерть английский король Ричард III. Это событие положило конец знаменитой войне алой и белой розы. По всей видимости, жизнь короля оборвала английская разновидность алибарды под названием Биль. Загнутый, вперед клинок, клинок в длинном древке без ярко выраженного полотна топора. А в 1477 году под Нассенске сокрушительное поражение от швейцарских баталий терпели войска герцогства Бургундского, претендовавшего на независимость от французской короны. Герцог Бургундский, Карл Смелый, считался одним из самых слабых людей и умелых воинов своего времени. Однако, ни личная храбрость, ни крепкие доспехи не спасли его от мощного удара швейцарского алибардиста в голову. Алибарда была главным и самым эффективным пехотным оружием в Европе вплоть до 16 века. Ее форма продолжала меняться для эффективного пробивания доспехов. Полотно топорика стали делать вогнутым, а иногда волнистым. Но постепенно алибарду стали вытеснять длинные пья и мушкет. Наступала эпоха огнестрельного оружия. Алибарда превратилась в оружие офицеров, дворцовой охраны и городской стражи. В наше время алибарды вооружены швейцарские гвардейцы, входящие в личную гвардию Папы Римского, охраняющего Ватикан. Правда, современное изящное оружие очень мало хоже на то, которыми предки нынешних гвардейцев отстаивали свою независимость. Одним из предков алибарды можно считать Годендаг, распространенный во Фландрии. Это примитивное оружие фактически представляло собой массивную дубину с длинным шипом на конце. Оно позволяло пехотинцу наносить удосаднику в район шеи. Считается, что издевательское название оружия, которое переводится как Добрый день, возникло из-за склоненных голов рыц, убитых таким образом. А оружием, которое частично пришло на смену алибарде, считается люцернский молот, клевец, на длинном древке с острием и чеканом на обухе. Удар им получался значительно сильнее, чем алибардой и мог пробить почти любые доспехи, которые продолжали совершенствоваться. Приблизительно с конца 15 века люцернский молот использовался в швейцарских баталиях наравне с алибардой, а порой ему даже отдавалось предпочтение. Текст подготовлен Виктором Баневым, публикуется в журнале «Военная история» в 2015 году. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.